Воздушный шоколадный бисквит. Это классный бисквит, готовится быстро и просто. И без разделения яиц на белки и желтки. Всем огромный привет и погнали скорее готовить! В подходящую чашу разбиваем яйца. Подсаливаем, всыпаем сахар и миксером на средних оборотах взбиваем до пышной белой массы. На это уйдет около 5-7 минут. Все зависит от мощности вашего миксера. В муку с какао добавляем разрыхлитель. Перемешиваем и просеиваем сыпучие ингредиенты в чашу к пышной белой массе. Туда же вливаем растительное масло и молоко. Лопаткой или венчиком движениями снизу вверх все размешиваем до однородности. Миксером ни в коем случае не взбивать, иначе пышная масса из яиц полностью осядет. А нам нужен пышный воздушный корж для торта. В заранее подготовленную форму диаметром 16 см переливаем готовое тесто. И отправляем выпекаться в уже разогретую до 180 градусов духовку. Вверх-вниз без конвекции. На 22-25 минут. Для выпекания можно использовать разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой. Либо раздвижное кольцо, как у меня. Которое я обернула фольгой и смазала бока и дно растительным маслом. Вынимаем из духовки готовый бисквит и тестируем деревянной палочкой на готовность. Оставляем его примерно на 10 минут остывать в форме. А после проходимся по краю острым ножом и снимаем кольцо. Корж перекладываем на решетку до полного остывания. Остывший бисквит можно обернуть пищевой плеткой и убрать хотя бы на пару часов в холодильник. Чтобы он немного отлежался. Если разрезать свежий бисквит, он будет сильно крошиться и разваливаться. Охлажденный бисквит становится более плотным и с ним намного проще работать. Разрезаем охлажденный бисквит на две части. Верхушку, если она не ровная, лучше срезать. Чтобы заготовки для будущего торта были ровными и красивыми. Такой бисквит желательно перед сборкой пропитывать сиропом или соком. Желаю всем удачи в приготовлении и прощаюсь до новых рецептов. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok